Главный символ вторых европейских игр все ближе к столице и сегодня пламя мира в Могилеве. Огонь пронесли по знаковым историческим местам города. На пути его радушно встречали жители. Финальным аккордом дня стал большой праздничный концерт. Об эстафете, которое объединяет Андрей Ястребов. Пламя мира продолжает шествие по Беларуси. Факел вторых европейских игр принимает Могилевщина. Шестидневный забег открывает областной центр. Далее в маршруте Шклов, Александрия, Горки, Славгород, Быхов, Чигиринское водохранилище, Бобруйск. Многолюдно в Буничах и неспроста такие яркие. Масштабные события здесь встречают не часто. К тому же это святая для белорусов земля. Мемориал Бунич – символ героизма красноармейцев, жителей города, которые в 41-м году стали живым щитом на пути немецкой армии, обороняя Могилев 23 долгих дня. Историки поставили их мужество в один ряд с легендарными защитниками Брестской крепости. В центре мемориала – каплица высотой 27 метров. Именно сюда сразу прибыла лампада с огнем. И именно здесь был зажжен первый факел, который пройдет по самым знаковым местам региона. Могилевчанка Екатерина Иванчикова, она же Айова, стала первым факелоносцем области. Я 158-й факелоносец. И для меня почетно начать это движение в Могилеве. Я верю, что будет много побед. Огонь горит для вас. Под аплодисменты тысячи горожан огонь отправился к памятному знаку в честь Константина Симонова, легендарного фронтовика писателя. Его произведения «Живые и мертвые», классики мировой литературы, считанные секунды на передачу эстафеты под многочисленные вспышки камер. Это одно из величайших событий в моей жизни, на моей родине. Пожелаю только побед больших и пусть даже много маленьких тоже. Эстафету огня приняла главная туристическая мекообласть из-за осад. Ежегодно его посещают десятки тысяч могилевчан и иностранных гостей со всего мира. Пламя отправилось будто в сафари. Я, наверное, неделю не успокоюсь после этого всего. Есть на территории колледжа плавля мира. Селфи с символом вторыми европейских игр и снова в путь. Теперь уже по Днепру на теплоходе в руках чемпиона Юрия Голуба. Это за него мы болели всей страной на паралимпиаде Пьончхани. Уверен, предстоящие игры принесут немало ярких моментов. Вторые европейские игры пройдут на самом высоком уровне. Спортсменам я хочу пожелать, чтобы каждый показал свой максимальный результат и болеем за наших. Предприятия области сегодня также принимали факелоносцев. Правда, не пламя, а лампадку в целях пожарной безопасности. Но его увидели те, кто часами занят важным производством. В данном случае текстиля, известного на весь мир. Здесь уверены, игры будут потрясающими. Все пройдет у нас на самом высоком уровне. Все оценят наш труд и наш праздник, и нашу синеволку и Беларусь. Сегодня же в Могилеве вместе со стартом эстафеты пламя мира прошел этап международной акции «Европейские забеги» благотворительного проекта «Велком бегом». Цель – помочь детям с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом. И в будущем будут представлять Беларусь на международных соревнованиях. До 30 июня участникам акции предстоит пробежать 200 тысяч километров. А общая сумма благотворительной помощи от компании «Велком А1» составит 200 тысяч рублей. Вам всего лишь нужно установить на свой смартфон любую фитнес-программу, фиксирующую ваши забеги. Делаете скриншот, сохраняете, публикуете с хэштегом «Велком бегом А1» или «Брайт Тим». И все, вы участвуете в акции, помогаете детям. Уже завтра «Пламя мира» встретят в Шкловском районе. Присоединится к эстафете смогут жители и агрогородка Александрия. Огонь побывает и в самом красивом его месте – Трофимовой Крыницы. Андрей Ястрева, Василий Фаталиев, агентство теленовостей.